Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 18 апреля, день Феодула, назван в честь святых мучеников Агафопода и Феодула. Феодул был молодым и красивым. Во время гонения на христиан их стали убеждать поклониться языческим богам. Он твердо стоял на своем. Им повесили жернова на шею и утопили в море. Родственники, взяв тела святых мучеников, с честью похоронили их. Потом святой Феодул явился им с пресветлым лицом в белой одежде и повелел раздать нищим, сиротам и вдовам все свое имущество. На Феодулу крестьяне открывали окна настиж и произносили специальные заговоры, чтобы в доме не остались гнилостные ветры, переполохи и разного рода вредные духи. Для этого устраивали сквозняки, чтобы теплый ветер выдал вон все вредное. Переполохом называли болезнь, которая была получена в результате воздействия на человека вредного ветра. При этом верили, что можно подхватить эту болезнь во сне. А изображали переполох в виде мифического существа. Знахари занимались изгнанием его из человека. Например, сегодня они зажигали спички, брали лучину и опускали ее в кружку с водой. Затем шли туда, где произошел испух и произносили заговоры. Далее эту воду давали выпить больному человеку. Либо отводили больного к реке, читали над ним заговор, а потом умывали его проточной водой. День Федула всегда связывали с приходом устойчивых теплых дней. Зима окончательно уступала свое место весне. На этот счет существовала поговорка. Пришел Федул, теплый ветер подул. Окна отворил, избу без дров натопил. Приметы. Федул теплый указывает бабам, какая погода на марка. То есть 8 мая будет. А мужики глядят, что будет на Николу 22 мая. Если на улице все отчетливо слышится, ожидай ненасти и ветреной погоды. День сегодня теплый и безветренный, а ночью становится прохладно к устойчивой хорошей погоде. Снега во враге еще много, пора пахать. Тринадцатые лунные сутки. Дело идет к полнолунию. Приливная волна в океане вновь набирает силу. А в организме усиливается циркуляция всех жидкостных сред. Крови, лимфы. Усиливаются и обменные процессы в организме, ведущие к его обновлению и омоложению. Что касается энергетической активности. То есть энергия находится в пищеварительных органах. От работы которых во многом зависит обновление ткани. Чтобы максимально использовать особенности этих суток, ешьте только свежую пищу. Пейте свежие соки, обновляющие кровь, яблочные и свекольные. В готовые блюда добавляйте по горсточке проросшей пшеницы. Прилетствуются совместные действия, направленные на получение и обмен знаний. Четырнадцатые лунные сутки. Энергетика лунных суток постоянно возрастает. И это начинает неблагоприятно сказываться на работе организма. В этот день рекомендуется ограничить поступление жидкости в организм. Особенно касается чая, кофе, сладких напитков. Лучше пить талую воду, которая промывает организм и обладает мочеводным эффектом. Полезно выполнять любую физическую работу, получать новые знания. При этом не надо перегружать зрение. Не рекомендуется подчиняться меланхолии, тоске и различным страхам. Очень хорошо занимается ароматерапией. Она укрепляет тонкие тела и поднимает настроение. А также приучает к восприятию тонких ощущений. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов ПРО. Доброго здоровья и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok